Мы находимся рядом с машиностроительным заводом предприятия госкорпорации «Росатом», которое выпускает топливо и продолжает выпускать топливо как для российских атомных станций, так и на экспорт. Вы слышите этот шум, это захлебываются дозиметры совершенно разных конструкций. Мы в 100 метрах от забора предприятия, это открытая зона, лес, ничем не отмечен, ничем не ограничен. И давайте посмотрим, например, вот мой радиометр показывает 24 с лишним микрозиверта в час, и это запредельные мощности дозы. Я много раз говорил про слово «запредельные», но это самое высокое из того, что я вижу на вот этом приборчике. А там фаз поисковый 26 показывает микрозиверта. Да, это важно, что на другом физическом принципе сцинсуляционный счетчик показывает примерно то же самое. Ужас в том, что это не одна точка. Мы обошли в несколько десятков метров, может быть, 20-30 метров вокруг. Вот такая ситуация практически везде. Чуть-чуть вскрываешь почву, видим, что фонит. Откуда это взялось? Вот это место называется шатровые склады. Здесь происходила разгрузка урановых руд, которые прибывали на предприятия. Повторю, из этих руд добывался уран, который шел для топлива атомных станций, ну, может быть, для других каких-то дел. И то, что атомная промышленность за собой не почистила, меня не удивляет. Это не единственная ситуация. Таких мест много. Но то, что вот эти радиоактивные отходы брошены, никак не маркированы, не стоит забор, не охраняется. Никаких работ, как вы видите, здесь не велось последние, ну, наверное, 20-30 лет. Смотрите, какие деревья выросли. Вот на этом месте, куда приходили составы, где вываливалась руда. Это, конечно, безобразие. Да. Продолжение следует...